Здравствуйте! Я менеджер компании, производящей инфракрасный теплый пол «Калео». Сейчас я покажу вам, как установить наш теплый пол своими руками. Необходимые материалы и инструменты. Нам понадобится упаковка теплого пола «Калео», в которую входит инструкция по монтажу, термопленка «Калео» в рулоне, электрическая проводка, комплект битумной изоляции и контактных зажимов. Помимо того, что находится в коробке, понадобится терморегулятор, теплоотражающий материал, защитная полиэтиленовая пленка, скотч, нож, пассатижи, ножницы, отвертка. Подготовительные работы. Определяем поверхность пола, на которую потом будет уложена термопленка. Важно помнить, что под низко стоящие предметы и мебель термопленку не укладывают. Заранее выбираем место для терморегулятора на стене. Укладка теплоотражающего материала. Для теплоизоляции укладываем на всю поверхность помещения теплоотражающий материал. Прикрепляем листы теплоотражающего материала к первичному полу степлером. Вместо него можно использовать двусторонний скотч. Затем скотчем фиксируем полосы изолона между собой. Укладка термопленки Калео. Раскладываем термопленку на теплоотражающий материал медной полосой вниз. Разрезаем термопленку Калео на полосы нужного нам размера. Подключение и изоляция. Изолируем битум на изоляции места разреза медной шины. Изоляция обязательно должна по всему срезу закрывать серебряные контакты, соединяющие медную шину с карбоновыми нагревательными полосами. Устанавливаем в местах будущего подсоединения проводов на медную шину контактные зажимы. При этом контактный зажим располагаем так, чтобы одна его сторона находилась внутри термопленки, а вторая сторона снаружи, поверх медной полосы. Затем плотно зажимаем контактный зажим. Фиксируем полосы термопленки скотчем на теплоотражающем материале и между собой, чтобы исключить возможность сдвига. Вкладываем оголенные провода или один провод, где это необходимо, в контактный зажим. Затем фиксируем провода в зажиме с помощью пассатижей. Изолируем все места подключения проводов к термопленке. Для каждого подсоединения используем по два отрезка из комплекта с пятью отрезками изоляции. Один лист битумной изоляции прикрепляем с наружной стороны, другим закрываем внутреннюю сторону термопленки с проводом. Внимательно следим за тем, чтобы серебряные контакты по краям термопленки были полностью заизолированы по всему срезу. Проверяем качество изоляции всех мест соединения термопленки и проводов, а также все линии отреза медной шины. Подключение терморегулятора. Датчик температуры пола входит в комплект терморегулятора. Устанавливаем его под термопленку на черную полосу нагревательного элемента, прикрепляя датчик к термопленке битумной изоляции. Под датчик в теплоотражающем материале делаем вырез для последующей равномерности поверхности напольного покрытия. На поверхности пола в теплоотражающем материале также делаем вырезы под провода и контактные зажимы для того, чтобы поверхность финишного напольного покрытия была максимально ровной. Затем заклеиваем провода в углублении скотчем. Устанавливаем на стену монтажную панель терморегулятора. Подключаем соединительные провода к терморегулятору согласно инструкции со схемой подключения, которая прилагается к терморегулятору. Для нашей системы мощностью выше 2 кВт производим подключение терморегулятора к электрической сети через отдельный автомат. Тестирование системы. Включаем систему обогрева, устанавливая температуру пола не выше 30 градусов Цельсия. Проверяем нагрев каждой полосы термопленки. Удостоверяемся в отсутствии искрения и нагревания мест соединений. Защитное покрытие. Укладываем полиэтиленовую пленку для дополнительной защиты теплого пола Калео. Ее можно заменить на специальную подложку, поставляемую производителями ламината. На этом процесс укладки пленочного теплого пола завершен. Укладка напольного покрытия. В зависимости от типа финишного покрытия имеются некоторые особенности дальнейшего монтажа. Так, в случае использования ламината укладываем его сразу поверх полиэтиленовой пленки. Во время установки ламината тщательно соблюдаем меры безопасности, чтобы при сборке не повредить термопленку. В случае же использования ковролина или линолеума технология несколько другая. Также раскатываем полиэтиленовую пленку. Поверх нее укладываем листы защитного материала, например, фанеры. И аккуратно, чтобы не повредить рабочие элементы термопленки, фанеру надежно крепим к первичному полу. Поверх фанеры раскатываем ковролин или линолеум. Калео. Для дома и дачи своими руками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова